МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо о компании Гомелес. Туда и працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Кадровые решения у Гомельскими и Добружескими райвы-конкамах сегодня представлены новые кировники. Узмацнение экспортных позиций на предприемстве Гомельш-Палеры пропрацовываются варианты поставок продукции на новые рынки. Позаплановые военные сборы. Сегодня на Гомельшине завершился призыв военнообовязанных в военную часть на кирована около 150 человек. И снова дождь. Завтра на большей части территории региона прогнозуются опадки. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения. Перестановки тышатся не только основных посад краины. У некоторых районов Гомельской области появились новые старшини-выконавших комитетов. У каждого свой богатый опыт кирования, так само меты и задачи на новом этапе профессионального шляха. Подробностей в наступном сюжете. Пильная увага до Добруша с боку улады оправданная. На маленький город саправды ускладаются вяликие надеи. У першую чергу гэта тычыцца мясцовой промысловасці. Керовництва краины упэўнена. Новый завод по вырабе кардону стане у шэрах флагмана у беларуской экономики. Город крок за крок и мыдзе наперед, развивая инфраструктуру. По словах Дзмитра Козела, нового старшини Добрушского райвыконкама, треба не спыняць гэта працэс, не пераводзіць ёго у іншая рэчэшэ, а примнажаць ўсё тое, што было здабыта раней. Глава государства был поставен очень много задач по Добрушскому району. Много сделано, учитывая, что это у нас посещал в феврале месяце. До этого времени средств много вложено. Но я думаю, поставленные задачи в нужный срок будут исполнены. Новый старшиня гомельского райвыконкама Сергей Ермалицкий больше, як 20 годов аддаў органам унутрных справ. Багаты вопыт правоохоўчэй работы гэтага чалавека сполучаецца зразуменнім, як трэба узнімаць сало. Сельская господарка – адін з важнейшых пунктов экономіки гомельского района. Выпускник акадэміў у горках працягне разіваць досягненні былога старшыні Алены Олексіной, якая, дарэчы, зойме пасаду намесніка старшыні гомельского гарвыконкама. Вчера я побыл на согласовании у главы нашего государства. Была поставлена задача по дальнейшему развитию гомельского района. Сегодня есть у нас опыт работы в сельском хозяйстве, в промышленности. Все оно основано на трудолюбии, на дисциплине, на разумной инициативе. Не надо быть каким-то революционером, реформатором. Нужно постепенно исходить из лучшего, смотреть, что приносит сегодня результаты, над этим работать. На пасадзі старшыні Жлобінського гарвыконкама зараз Александр Грихарэнка, який был директором предприемства «Амкадор Гомель». Новым кераўніком Акцабрскага района стал Сергей Далгалёв. Раней он займаў пасаду намесніка старшыні Лоўскага гарвыконкама. Андрей Барановскі, былы кераўнік Акцабрскага гарвыконкама, займае место намесніка старшыні обласного выканавчага камітэта. Уладзімір Гарбачоў, який працаваў ранее на гэтэй пасадзі, зараз директор Дзяржбудэкспертызы Пагомельскай в області. Кераўнік в області Генаць Салавей адзначае новая старшыні, новая перспективы развіця регіона. Їх основная задача – нарушывання обўомовы творчасті, а таксама вырашэння мнозства пытаннў, які выклікаюцца знішнімі і внутрэнамі фактарамі. Настояшо время мы видим і с коронавірусом есть праблемы, які связаны с експортным потенціалом. Мы ведем модернізацію частності ў Добрыском районе предприятия і задача ў этом году ёго однозначно запустіць ў действі. Для тоўсё президентам сделаны і вложены капітальныя средства для ввода в действі. Пэтаму надежды на всіх руководиті мы взлагам очень высокі. Микалай Скинсіян, Валера Хапанько, Телерадоя Кампанія Гомель. Завтра жахары в області могут звернуцца па тэліфоні да працтавніков мясцовы улаты. У Гомельскім абл-выконкамі на пытані грамадзян адкажа кераўнік справ Алена Клішковская. Тэліфон для сувязі 33-12-37. Прамы і лінія, як ізвышайна, пройдуць і у райвыконкамах. Звертацца треба з 9 до 12 годин. На працпраемці Гомель-Шпалєры прапрацовуюцца варіанты поставок прадукцій на новыі рынкі. Прыгэтым тут гатовы вырабляць шпалєры не толькі па власных малюнках, але і па эскизах заказчыкаў. Змакшымасямі прадприємства, яго планамі на ближайшу перспективу, ознаеміліся наші корреспондэнты. У фірмі на екрамі Гомель-Шпалєры пакупнікі ёсзавсёды. На паліцях більш як 2 тисячі наіменняў. У паравнанні з минулым годам сьоліта продаж шпалєры павялічыўся більш чым удвоя. У крамі такі попы звязываюць з демократычными ценами, на які до того ж існуюць сізонныя скидкі і велікай колькостю рамонтов ў приватным секторы. Хоць популярністю беларуская продукція карыстаецца не толькі ў особных пакупніков. Што месяц ў Гомелі вырабляецца більш як 300 тисяч рулонов шпалєров па даўжыне гэта прикладна каля 3 тисяч кілометраў. Прочым, на прадприємстві готовы я не толькі прапановуваць свае варянты, але і працаваць по ескізах заказчыкаў. На нашому прадприємці разработана специальна программа, она действует уже не первый год, обновляеца на подпотребителя под наших оптовых партнёров тоже ежегодно. Это программа по есклюзивным видам обоев. То есть плод до того, что заказчик може предоставить какую-то картинку. Новые наимені продукцій на Гомельшпалєрах освоююць пастаянна. У 2014-м тут увялююк эксплуатацию линию подвитворчасти виниловых шпалєров. Правда, для того, обвисти на безперапынную работу спотребився пэлный час. А частные сбудовання, які установились в початку, оказались неэффективными. Летость их замянили на більш сучасные. Але і їх потом так само накерували на добрацовку с просьбой адаптовать подмясцовые особливости. Примерно полгода мы ёе эксплуатировали, і у нас появились некоторые сложности в эксплуатации. После чего данная установка была отправлена на завод-изготовитель для доработки. Доработка коснулась корпуса, установки, он стал полностью герметичный. Увеличилась мощность блоков ионизации, блоков осаждения и т.д. 28-го жнивня полепшенные очистные сбудованье запустили знову. Тепер на их можно визуально и в реальном часе контролювать усе необходные параметры. А про то, контроль за экологичной ситуацией на гомель-шпалерах постоянно ожитявляет областный комитет природных ресурсов и оховы на вакольных осеродзе. По коль проблемам в том, что в Беларуси нема методик по вызначению таких химичных элементов, як озон и винил-хлорид. Але в ближайший час отповедные документы повинны быть распроцованы. Областной комитет на постоянном контроле держит деятельность предприятия. Регулярно проводятся отборы проб и проведение измерений от стационарного источника выброса виниловых обоев. При наличии и превышении предприятия привлекается к административной ответственности, предъявляются претензии. Надеемся, что по завершении реализации проекта будут решены все вопросы и будет обеспечена экологическая безопасность в районе расположения предприятия. Сегодня гомель-шпалеры працуют пять дзен на тыдень. Але в перспективе выпуск продукции плануется зарабить круглосуточным на протягу усих семи дзен. Проблем со сбытом додатково отриманных шпалеров кажуть не будет. Наглядя же на достатково значную конкуренцию, хамельчане в будущем глядят с оптимизмом. Производим поставки в Республику Польша и Болгарию. Это то, что касается дальней дуги. В перспективе есть запросы от турецких партнеров. Также поступляли запросы с Израиля. Но это находится в процессе проработки. Потому что работа эта непростая. В каждом регионе есть своя специфика по дизайнам, по видам обоев. Олег Сентюров, Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня на посажении Гомельского гарвы как твой коллектив. Мы учреждение культуры. И поэтому для нас очень важно сегодня показать культуру нашим жителям города и гостям нашего города. Конечно, прогнозные экономические показатели. Доля внебюджетных доходов нашего учреждения составляет 56%. Это очень большая цифра для сферы культуры. И наш девиз нашего учреждения «Дарить радость и искусство людям». Достаточно простой рецепт. Это через хорошую, плодотворную, результативную работу. Ну, а заслуга здесь... Я бы не выделял бы кого-то конкретного. Там директора или учителя. Здесь и учителя, дети, родители. Мы когда-то еще лет 20 назад говорили, что вот этот интересный треугольник, которым я его сейчас назвал, только в содружестве можно добиться хороших результатов. Ну, безусловно, кадровое обеспечение достаточно сильное. Я, может, лет 10 собирал этот коллектив, который вот сейчас работает на результат. Сярод питанию, яке разледзели подчас посяжения, выники работы по сбору другостных материальных ресурсов. Задача на 2020 год отправить на перопроцовку 60 тысяч тонн смеття. Те больше за 112 килограммов на одного же хора города. Это самые высокие лишь бы республицы. На данный момент задание выконано на 60 процентов. Комельчане все больше активно сортуют свое смеття. Микрорайонный сажмат по верховыми домами полностью забеспечены контейнерами раздельного сбора смеття. Зараз коммунальники разом с перопроцовщиками працуют с индивидуальными домоуладаниями. В настоящее время на территории города роздано уже жителям индивидуальной жилой застройки более около 15 тысяч контейнеров. До конца года уже закуплено, изготавливается еще более 39 тысяч контейнеров. И в первом квартале следующего года каждый житель индивидуальной жилой застройки сможет сортировать мусор, отдельно складывать в серый контейнер пищевые отходы и отдельно вторичные материальные ресурсы в желтый контейнер. Сегодня на Гомельшине завершился призыв военнообовязанных на позаплановые сборы. В военную часть накеравана около 150 человек. Максимальный термин знахожения на сборах 35 дзен. Но на этот раз военнообовязанных уже из-за все вернуться до дому до конца этого месяца. Головное развернуть одну из боевых частей в Жлобинском районе и выполнить поставленную задачу. В уголе военные сборы в Беларуси проводятся постоянно. Но если плановые закликаны в первую шаргу повысить профессийный узровень солдат и офицеров, которые находятся в запасе, то задача позаплановых проверка мобилизационной готовности у Збройных сил. В Гомеле первая партия военнообовязанных была накеравана в боевую часть уже на другой день после отримания «Отповедного загаду». Орг Ядро и офицеры запаса уже направлены для прохождения проверочных сборов первого сентября. Они уже находятся там и в готовности принять основной состав. Четвертого числа, четвертого сентября направляется основной состав для прохождения службы. Честно, недавно узнал, что будут проходить военные сборы и высказал сам свое желание пойти послужить родине. Так сказать, ситуация в стране я бы сказал нестабильная и надо поддержать своего батюшка, своего президента, своего государства строить свою страну. Наместник начальника областного управления МНС откажет на питание Жихаро Ургийона. Завтра Андрей Григорович проведет прямую линию. На совете он будет с 9 до 12 годин. Пытания, которые относятся до компетенции областного управления МНС будут приниматься по номеру в Гомеле 34-73-45. В совете с проведением сезонных кермашов на площадь Повстанье будет закрыт рух у всех видов транспорта. Выключение сделано только для удельников. Рух будет закрыт с 18 годин 4-го вересня по 21 годину 6-го вересня. А так само с 18 годин 11-го вересня и по 21 годину 13-го вересня. У день города 12-го вересня на пляцовце Каля-Лядового палаца пройдет масштабный фестиваль Мясмалфест. Свою продукцию представить больше за 10 предприемцев мясной и молочной галины. Корыстаться по опытам снова будет мясовая валюта Фесткоин. Отримать якую можно дякуюшую делу в гульнях, конкурсах и забавляльных споборництвах. А после обменять на смашный приз. По словах организаторов особливая увага будет нададена подчас фестивалю детям. Для их обсталюют шматлики и пляцовки с гульнявыми и спортивными зонами. Дождливый характер на дворе заховается и завтра ночью прогнозуются опадки в особенных районах в области. Днем махшимы на больнице. Так само прогнозуется туман. Ветер 3,8 метров за секунду порывами до 14. Температура поветра ночью 10-15 градусов днем до 25. В связи с проведением технических работ на антенномаштовых сбудованиях на наступном тыдне в городе Гомеле и на длительности до 40 км от областного центра будет пропонено эфирное телевизионное и радио Вершанне. Размова идет про первое часу с 7 по 9 вересня. С 9 ранницы до 5 вечера будет отсутнешать трансляция телеканалов огульнодоступного пакета, а так само радиостанции. Максим перепонки трансляции программ в некоторых сетках кабельных операторов. В случае завершения работы ранее позначенного термину деятельность передач будет обновлена. Эти новинные информацию о проектах телераду компании Гомеле вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи у сиры. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян Здравствуйте. Сотрудники ГАИ раскрыли кражу велосипеда. Сообщение о пропаже железного коня поступило от жительницы деревни Березки Гомельского района. Женщина рассказала, что вблизи одного из магазинов похитили ее двухколесный аэст. На следующий день сотрудники дорожно-постовой службы обратили внимание на велосипедиста. Он передвигался на похожем из-за ориентировки велосипеде. Сотрудники ГАИ потребовали остановиться, но мужчина проигнорировал и продолжил движение. Правоохранители перекрыли ему дорогу и остановили. В ходе разбирательств молодой человек признался, что велосипед не его. Мужчину вместе с транспортом доставили в РОВД, где житель Ветковского района сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Гомельские пограничники задержали трех украинцев в Брагинском районе. Мужчины пояснили, что они выдвинулись с территории Украины с целью порыбачить в затоне реки Днепр. О том, что находится в территориальных водах в виде предупреждения без депортации. Также назначена проверка по статье «Умышленное незаконное пересечение границы с использованием механического транспортного средства». Лодка с подвесным мотором передана в Гомельскую таможню. За минувшие сутки зафиксировано два возгорания авто. Оба произошли в областном центре. Водитель припарковал машину марки «Жигули» возле поликлиники на улице Быховской. Прохожие увидели дым в салоне и вызвали спасателей. Вероятная причина возгорания – аварийный режим работы электросетей и электрооборудования. Второй случай произошел сегодня утром. Женщина-водитель двигалась вместе с коллегой по улице Ильича. Во время движения она заметила дым из-под капота авто. Автоледи вызвала сотрудников МЧС. По данному факту проводится проверка. За минувшие сутки ликвидирован торфяной пожар на площади 2000 квадратных метров на территории Хойникского района. Напомню, запрет на посещение лесов в Гомельской области продолжает действовать в двух районах. Октябрьском и Ельском. За актуальной информацией вы можете следить на специальной интерактивной карте на сайте Минлесхоза. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище Борщевка войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25 и с 28 по 30 сентября. Время с 10 до 18 часов. Объект расположен около населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра стартует 32-й чемпионат Беларуси по мини-футболу. Первая из представителей нашего региона в борьбу вступит Гомельская БЧ. Железнодорожники ждут в гости Гродненской ОВД Динамо. Игра пройдет в субботу в спорткомплексе Локомотив начало в 15.00. В воскресенье Гомельский ВРЗ на выезде играет с новичком высшей лиги Лидой. В столице начнется матч между Минском и Светлогорским ЦКК. В ближайшие выходные пройдут матчи 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Гомельский Локомотив в субботу отправится в гости к новополоскому нафтану. Мнореченский Спутник на выезде играет с Макашевичским Гранитом. В воскресенье свои поединки проведут Гомель и Светлогорский Химик. Светлогорский коллектив дома встречается с Держинским Арсеналом. Гомель также играет на домашней арене соперник Столичные Крумкачи. Это центральный поединок 16-го тура. К сожалению, он пройдет без зрителей. Инициатор такого решения Милиция общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Завтра в Речице пройдет однодневный чемпионат по пляжному регби среди женщин. За награды будут бороться гомельская Севенлинкс, минская гражданочка и речицкий урожай. Накануне важного старта тренировки у гомельчанок продолжаются. Для занятий регби не нужна какая-то специальная материально-техническая база. Регбисты могут пользоваться той, которая уже существует. Например, гомельчане три раза в неделю тренируются на центральном пляже в областном центре. Все эти годы, к сожалению, мы так и не смогли добиться финансирования какого-то. И все эти годы команды существуют исключительно за свои собственные денежные средства. И все соревнования, все выезды в том числе где-то на чемпионаты Европы, все это финансироваться из, собственно, кармана игроков. По сути, можно сказать, что на данный момент регби в Беларуси это вид спорта энтузиастов. Кроме гомеля, регби в нашей стране хорошо развивается в Минске и Бресте. Относительно недавно появились мужские и женские команды в Речице. Также существует несколько детских команд в Гродно. В этом году в связи с пандемией сезон у всех команд получился сбитым. Например, гомельчане к тренировкам приступили лишь в июле. Мужская команда уже в июле отыграла чемпионат Беларуси по пляжному регби. К сожалению, вывести оптимальный состав мы туда не смогли и заняли всего лишь второе место. Параллельно с чемпионатом пройдет и товарищеский турнир по пляжному регби среди мужчин. На площадку будут выходить регбисты Кватра из Гомеля, Харугва из Минска, Урожая и Варанги из Речицы. Среди тех, кто выйдет на площадку завтра есть и житель Светлогорска. Сергей Юркевич работает и живет в райцентре. Но стабильно не меньше одного раза в неделю приезжает на тренировки в Гомель вот уже на протяжении года. За это время он дважды поучаствовал в национальных первенствах страны. Это функциональная игра здесь и борьба и элементы футбола есть и волейбол и баскетбол здесь все собрано в одно. Можно побороться, побегать, потолкаться. Подержать команды можно будет завтра на городском пляже в Речице. Стартовый свисток первого поединка прозвучит в полдень. Продлится турнир до 16.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова